Более 260 проверок по выявлению мигрантов, которые живут и работают в Вологде незаконно, были проведены за последние несколько месяцев. В поле зрения попали как крупные предприятия, так и малый и средний бизнес. Вопрос незаконной миграции в Вологде на совместном контроле у городских властей и прокуратуры Вологды. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Нравится вам своя работа? Она... А давно работаете? Да, много, да, 10. Пять уроженцев Вьетнама трудятся на городском предприятии стиль Вологды. Женщины шьют одежду и свою работу знают хорошо. Претензий к ним у руководства нет. Трудятся разнорабочие и двое мужчин из Вьетнама. Документы на проживание и работу у мигрантов на этом предприятии в наличии. Работники получают официальную зарплату и платят налоги. Я не знаю, что такое незаконный мигрант. Как он вообще может быть на швейной фабрике, когда все на виду и все оформлены, и все должны что-то уметь делать. Принимаем на работу тех, кто хочет работать и тех, кто имеет право на проживание. Но не везде дела обстоят именно так. Специальные проверки, проводимые в городе прокуратурой, управлением миграционной службы, полиции, раз за разом выявляют нарушителей. Начали проводить достаточно массовые, масштабные проверки. Сейчас мы по резинам квартир, по предприятиям, по организациям. Практически каждый день выявляем по три, по четыре человека, которые находятся незаконно у нас на территории города Волгой. В том числе 30-го при проведении учения, отрабатывая рынок у нас на Светском проспекте, было выявлено опять два вьетнамца. Незаконные мигранты – проблема как для экономики, так и для города в целом. Они нелегально проживают на территории. Осложняется криминогенная обстановка, растет количество административных и уголовных правонарушений. Поэтому проблема миграции озабочены городские власти. Нелегалы, работая на территории города, не платят налоги. Средства попросту вывозятся из страны. Хотя сейчас, нужно это признать, предприятия практически не могут обходиться без дешевой рабочей силы. Как правило, мигранты занимают низкооплачиваемые вакансии, на которые спрос у местного населения отсутствует. Если предприятия заявили иностранную рабочую силу 5, 048 человек, выделили мы квоту 1912. На сегодняшний день у нас спроса на 978. ВПЗ, у нас Вологодская ягода, у нас Вологодское мороженое, у нас... Нестле. А? Нестле. Нестле, да. То есть у нас вот около десятка предприятий, у которых большая квота, которым нужны кровь из народа, эти люди. Привлекать иностранную рабочую силу можно и нужно. Только делать это необходимо в соответствии с законодательством. Каждый руководитель, берущий на работу мигранта, должен нести ответственность. И понимать, взял на работу человека, проживающего в Вологде незаконно, наказание последует. За последние месяцы специалисты провели более 260 проверок. Выходы осуществлялись как по составленному заранее плану, так и по звонкам горожан. Кроме того, изучается у нас информация, которая размещается в сети интернет, в СМИ, нахождение, так скажем, мигрантов по вопросам непривлечения, незаконное привлечение трудовой деятельности. Кроме того, прокуратуру города поступают обращения, жалобы граждан. По этим доводам и проводятся все проверочные мероприятия. По существующему законодательству, если мигранта задержали в первый раз, то ему грозит штраф от 2000 рублей. При повторном задержании человеку уже грозит выдворение. И такие случаи в Вологде уже тоже есть. С начала года с территории Вологодской области уже выдворено 173 нелегальных мигранта. В том числе из Вологды около 60.